Привет всем любителям стратегических игр. Очередная дуэлька в пятую циву. В этот раз я решил на полушариях сыграть. Последнее время показывал в основном перестрелку. Ну, конечно, на полушариях давненько не было дуэльки. Вот чувак захотел выбрать, я ему разрешил выбрать Польшу, а я решил на такой морской карте за Великобританию сыграть. Ну, старт такой средненький, я бы отсюда не уходил. В принципе, еда есть. Ну, Польша тоже очень сильна. Особенно вот эти бесплатные социальные политики на ровном месте при выходе в любую, ну, в следующую эпоху. Это очень круто. Но мне кажется, что на морской карте уберу свою рожу. На морской карте все-таки... Слушайте, он походу... Хотя, блин, не уверен, на море он... Просто у меня тут две клетки, а у него, возможно, одна клетка. А у него одна клетка. Я вот не очень сейчас по очкам понимаю, на море он или нет. Так, нам еще надо искать место для второго города. Без Великой библиотеки играем, но можно Великую стену строить. И нельзя голосовать на конгрессе. Вот выглядит, что где-то тут место вроде как неплохое, но я обойду пока этот лагерь. Все равно мы не так скоро будем... О, лучников дали. Это хорошо. Блин, он поставил со мной в один ход же? Что-то я пропустил. Да, и он тоже вырос. Давайте глянем. Туда пойду. Все-таки сначала схожу. И рабочего. Давайте глянем, какое у него место. Так, а еды у него меньше. Ну, вообще странно, зато золото. И у него что, сахар что ли на болоте? Не пойму. Нет, пока на производство оставляем. Я бы, конечно, купил шоколад, чтобы быстрее расти, но... Так, 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 наверное, давайте амбары откроем. Я точно после рабочего амбар построю. Не вижу, чтобы мне нужно было спешить с пантеоном, потому что я не очень себе представляю, какой даже пантеон брать, честно говоря. Кромлихи. Пока только один мрамор я вижу. Плантации. Никуда не... Я не думаю, что он плантации прям возьмет. Так, богата. То, что у нас культурная ГГшка есть, это неплохо. Будем пробовать как-то... Но, смотрите, уже выглядит, что кромлихи можно взять, уже второй. Вот тут, мне кажется, где-то на реке можно будет город поставить. Такое ощущение. Ладно, так, пойду. Да, похоже, вот где... Где руинки. Где руинки поставим город. Хочу жителя. Так, ну это может нам с богаты дать... Блин, он тоже у... Он, кстати, походу, скаута построил. Да, мы не сможем с богаты взять сейчас. К сожалению. Ну ладно, понятно, что мы и тут будем ставить город. Хотя ближе подойду, чисто попробую. Может, ближе надо находиться? Нет, все равно. Ну, просто у него армия сильнее, чем у меня. Так, 3-3. А так 2-4. Вот так давайте. Мы все равно за счет роста сможем поставить... Ну, эти поатакуем, слушайте. Копьем, почему нет? Так, вырубку леса, наверное, имеет смысл открыть. Там вот сюда. Ну, конечно, хочется еще вот там исследовать. Вдруг там лучше место. То есть тут-то не особо прям фонтан. Ладно, пойду-ка я лучше копьем туда. Там еще горы какие-то видны. Так, вырос. Видите, один ход все равно остался. Так, сделаем. Тоже один ход, и город растет при этом. Давайте так. И амбарчик. Что, меня преследует, что ли? Варварюга. Так, ну потихоньку отращиваем город. Он, кстати, еще до трех не вырос. Ну, пока у меня больше чисто за счет того, что у меня житель больше. Не знаю, он, кстати, построил скаута сто процентов. И у него, видимо, дуболом тоже... Или дуболом апнулся, или скаут. Я вот сейчас не уверен по очкам. Но какой-то из юнитов проапгрейдился. Точно надо строить амбар, потому что у нас два амбарных ресурса. То есть они получат по яблоку, когда амбар появится. Ну и вообще у меня здесь неплохо найду место. Соответственно, мы можем Лондон выращивать довольно качественно. Так, пять-пять. Наверное, переключу вот так. Четыре-шесть. Так, тут у нас лес. Да, тут лес. Так что можно календарь открыть. Надо сверху все-таки посмотреть, что за место. Пока мы, конечно, посева не строим. Не знаю, почему я взял Англию. У Англии плюс одно перемещение и плюс одно к виду кораблям. А это, извините... А, плюс два даже перемещения. Нифига себе. Ну, то есть он так захотел... Он говорит, я возьму Польшу. Говорю, мы рандомными играем. Он говорит, давай что, ты можешь тоже взять. Ну, я взял Англию на морской карте. Ну, и, конечно, не совсем морская карта, но доминировать в море я точно здесь буду. Блин, или пойти... Ладно, пойду смо... О! Потому что это я очень хорошо сюда встал, чтобы этот не влез. Наверное, лучника после амбара построю. Вот так сделаю. Тут встану в защиту. А здесь вот так сделаю, потому что он, скорее всего, может на этот шоколад встать. И не вырастет город тогда. Теперь все выросло. Просто на производство переключу. Один ход, и сейчас следующим ходом будет амбар. Амбарники, но, возможно, на пшеницу встанет. Так я его вообще, наверное, убью. Так, что у соперника? У него три жителя. Отстает, отстает по росту. Но, возможно, он посила строит. Не, ну я найду вообще хорошо. Я мог бы копьем встать в город, типа, лучше урон нанести, но я не хочу, чтобы он на лошадь становился из Лондона. Так, лучников надо. Да, пока у нас предварительно сюда все-таки город ставится. Ну, немножко непроизводственное место просто, оно мне поэтому не нравится. Как минимум до пяти я город выращу, прежде чем посила строить. Фига у меня. Вот он сейчас сто процентов. Четыре еды не может быть на трех жителях. Он строит посила, переключив все на производство. Это прямо вот сейчас сто процентов. Угу, какой-то проход есть. Ну, понятно, что нам город надо на побережье ставить, чтобы морскими караванами отъедать друг дружку. Но сначала хотелось бы выяснить, ну, то есть, понятно, что надо еще так ставить, чтобы караваны добегали. То есть, здесь, возможно, тут, конечно, непонятно, но тут, возможно, не дотянется просто до Лондона. Ага, ну, мы сюда даже просто не влазим. Зато мы можем тут сейчас рабочего, наверное, спереть. Так, один ход давайте святилище построим и... Блин, а может мне достроить? Давайте я дострою святилище сто процентов. У тебя, опять, до сих пор, не знаю, наверное, на плантации или на пастбище. У меня пастбище уже обработаны. То есть, либо плантация, либо пастбище, очевидно, надо брать. Черт, вот это, конечно, неприятнее. Сейчас разграбит, скорее всего, коровок. О! Так, ну, я все равно заберу рабочего. Думаю, мы должны... Не должен нас этот лучник убить. Валим. Переключаю на производство. И в следующем поселенце начинаем делать. Ну, давайте железо откроем. А то мы, конечно, Англия-Англии, но без железа у нас никаких фрегатов, точнее, линейных кораблей не будет. И мы очень грустненькие будем с вами. Так, может мне... Нет, знаете что? Давайте сначала... Как это называется? Каменотесов откроем. Что надо мрамор оборудовать, это же плюс к... К чудесам. Починю эту штуку. Вообще, можно было бы тут вырубить. Но я думаю... Блин, у меня рыбы нету. Так не хочется... Мне так плюс два к перемещению. Вот прям... Вы думаете... Я бы лучше этого строил. Геликарнас. Честно. То есть, вырубил бы тут лес на какао, на Геликарнас. Ну, а город 100% сюда ставим. Что там у него? То есть, он все еще поселенца строит. У меня уже пять жителей. У него три. Но строится поселенец. Зато у него Польша. Мне кажется, он немножко переоценивает Польшу на этой карте. Ну, кто я такой? Человеку хочется так играть. Почему бы и не поиграть? Счастье берем. Так. Надо, наверное, сначала тререму. Опасаюсь я сразу торговый корабль делать. Так, три-три. Пускай так будет. Да, блин. Что тут за лучники постоянные? Ну, что, надо, видимо, все-таки этих брать. Пастбище. Раз, два. Ну, их всего три, да? Плантаций выглядит больше. Раз, два. Но пастбище уже построено. Блин, ладно, может эту взять? Вот. Бог-король. Ну, потому что у меня не так много здесь. Вот прям, знаете, вот какое-то не особо большое желание строить и брать на пастбище или на плантации, потому что вот я вижу, что их тут немного. А это такой универсальный... Универсальный пантеон. Так, вот сейчас после треремы явно мы будем строить караванчик. Не обрабатываю мравр, потому что иначе лучник захватит. А не хочу защищать лучником, потому что иначе лучник прыгнет сюда и разграбит коров. Просто неохота варварам давать ни единого шанса. Так, он поставил второй город. О, я что, в дискорде где-то сижу. Шесть перемещений. Ну, это, конечно, очень круто. Так. Караванчик. Ну, тут вроде нету варваров. И тут не будет варваров. Тут вообще проплыва нету. Значит, варваров сто процентов не будет. Тут надо проверить немножко территории. Но, в принципе, караван можно строить. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, надо спрятаться в Лондон, полечиться. Тут просто исследуем территорию до конца. Давайте библиотеку откроем. О, а тут-то к Польше проплыв имеется. Давайте, хотя нечего, давайте встретим парня. Он тут на побережье. Стоять, сейчас мы туда пролезем. Знаете что, нам надо еще одну трирему. Сначала. Чтобы вот тут проплыв держать. Ну что, у него Варшава с этой стороны, что ли? О-о-о-о! Интересное предложение было. Он мне предлагал отдать Йорк за слоновую кость. Очень выгодно, надо подумать, конечно. Ну, Коломбо. Ну, обычно в дуэлях, если есть Эльдорадо, то посылают городу-государству. Это как немножко нивелирует. Все-таки. Что иначе... Круче всего, конечно, Эльдорадо просто купить поселенца. Господи, еще они тут Йорк так обложили. Так. 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 дальше пойдем наверно в маяк блин как-то так york я поставил шум и до этого ну тут по-другому игра предлагала сюда ставить мне не нравится хотя бы до этой рыбы до дотягиваемся так еще один там 16 ходов правда строится сходов как-то долго сам вторую пока не откуда отправлять мавзолей в галикарнасе построю я думаю что если я буду строить великий маяк то в йорке а тут у нас что просто маленький остров ладно блин это не очень хорошо надо встать здесь чтобы варвары не могли проплыть ну выглядит меня намного все лучше зато польшу взял так хотел за польшу сыграть но вот я считаю что на этой карте польши приятная цивилизация несомненно но если ты хочешь выбирать то выбирать что-нибудь морское может даже за венецию можно было бы попробовать пошли наверно с лагерем попробуем разобраться так зачем сейчас деньги потратил не уверен ну блин не хотелось богате отдать пропущу ход по чтобы я под выстрел крака восстановлюсь знаете возьму аристократию потому что у меня еды нормально руинка все таки так ну вот я полностью увидел эти можно а стопа у меня с железом то проблема вау а вот это поворот у меня тупо 2 же кочи надо на глязах все решать ну третий город подальдорады и под железо поставим но два железа это очень мало . вот сюда я скорее всего третий город ставить население дали отлично это мне очень нравится просачиваемся не пойму он он где-то поставил столицу так что они а он уже три так стопа он не через волю ли играет вау не она напоминаю за польшу есть такая тема смесь воли и традиции но дело в том что на этой карте как можно быстрее надо выходить в морские юниты вот и все и на развитие у тебя просто не будет возможности постою пока здесь один ход постою пошли лошадей обрабатывать не лондон у меня вообще шикарный очень интересного города расставлять но типа мне пока можно захват ну блин неужели он не сдастся когда я захвачу краков прям не верю веллингтон хотел чтобы я этот лагерь убил а богата не хочет хочет сейчас вот этим лагерем пойдем заниматься давайте ферму сделаю сейчас еще одного юнита наверное столице или мне хватит времена хватит разобраться лучше в лондоне еще три рему сделаю так и нас пять ходов до а вот мне как раз до амбара тут варвары не дают пролезть надо полечиться пробовать проникнуть здесь надо же понять что там да как но если он хотел бы развиваться то ему конечно вообще не не на море надо ставить города ну что он будет пол но обычно берут какое-то количество воли а потом идут по традиции вообще он еще может через набожность но он же даже не взял пантеон так что это не путь набожности точно сюда становиться чтобы мрамор не разграбил тут на настоящем никто точно проникнуть не мог то мало ли как мы тут сейчас постоим полечимся юнитами так тут обработаем не должен тут быть проплыв не верю что не будет так сколько у него уже три города три города волю на такой карте интересно не ну в принципе тут есть проплыв он может за ну блин море то я буду контролировать ага все-таки у него столица тоже на море я думаю стоит так не буду пока подплывать тут надо голиасами все решать нету железа просто нету железа что он там построил договорились без великой библиотеки чувак строит улаженцы великую библиотеку и и гэл это good luck он решил деться большими буквами причем причем написал ноу гэл ладно что поделать так на следующем ходу уже подбираться к лагерю там богата его самар разберет ну тут все равно выгодно у него железо кстати есть но я думаю что гляд сами мы с варшавой справимся так нас а еще не поставил там библиотеку блин давайте ара или стоунхендж я сейчас тут кучу чудес пока под настраивал пока мы ждем библиотеку не ночью так а мы еще один одну гбшку не нашли у него до кстати ее походу и нету блин там реально сейчас она чем лучником стреляет успеем убить я реально в йорке хочу великую маяк строить извините ну просто чтобы лишним лишний маяк не строить отлично спасибо богата интересно он конечно города рассылал сейчас он четвертый тут поставит ну и куда он вышел вообще этой великой библиотекой 129 129 7777 но он тоже идет в эти в голиасы а вот где четвертая вау забавно так закрываем традицию вообще еще имеет смысл кстати я подумал посела сделать как раз перед вы может надо было оракул строить а не стоунхендж еще и стоунхендж строил но он библиотеку а вот великий маяк он все-таки строит но я не хочу короче у меня все равно перемещение на 2 будет плюс 2 так кстати это интересно что круну блин понимаете вот он великую библиотеку пошел то есть воля с великой библиотекой в принципе рабочая тема да во всем тут рабочий да я наверно после стоунхенджа посела все-таки сделаю не оракула в принципе имею культуру с богаты хотя морская инфраструктура тоже было бы неплохо ну надо вот тут город будет поставить ага вот тут проплыва то и нету в эту сторону ну и кстати к лучшему можно не беспокоиться с этой стороны так коломбо серебро хочет богата серебро и музыканта посел два хода прина можно мне значки включить обратно спасибо то нифига не понятно как-то велен который бы засоюзить тогда но он даже с волей меня не может по производству догнать двумя семья в двух городах производства больше чем у него в четырех в четырех вольных так что я не думаю что это все-таки правильное решение было да наверно маяк он построит я даже не буду еще спробовать а лучше начну оракул потом на нацколеж переключусь игра предлагает здесь чтобы золото захватить но мне кажется лучше здесь то есть у нас будет трюфеля ну то есть один из этих может быть там четвертый город поставить и тут еще тем более железо то есть мне кажется по-любому надо сюда идти и и рабочим кстати туда сразу пойдем чтобы трюфеля обработать здесь нацколледж ну значит просто маяк ну слишком долго он очень много тратит производства на создание великого маяка я не считаю что это ну конечно это уже мрамор есть но четыре хода я буду ну не стоит просто не стоит я не считаю что это того стоит очень люди любят на этой карте великий маяк строить но это чудо которое кажется что дает неплохие бонусы но на самом деле она дает всего лишь сколько одно перемещение дополнительное ну и бесплатный маяк но она стоит в два раза дороже в производстве чем обычный у него даже рабочего украл чем обычный маяк понимаете понимаете ну то есть но это очень ты много тратишь усилий ради дополнительного перемещения которые имеет так два перемещения у меня уже так они есть ну так и смысл вот мне лично я просто маяк построю в два с половиной раза дешевле ну то есть посмотрите сто двадцать три пятьдесят да в два с половиной раза так можно возвращаться на всякий случай буду там держать уже вот тут может появиться лагерь он вышел в средневековье и это ну да он в галиасы прет ну удачи то есть мы одновременно идем у меня сейчас должно быть науке точно больше так главное город не поставить следующим ходом я три хода надо нацколледж делать станок день чувствуя рабочего посадишь чтобы засвечивать здесь все таки оракул пасту вот это плохо блин а где он оракул построил он столице строил оракул ну ладно ну ладно так стоим два хода терпим блин охоту бы конечно открыть но надо ком ну галиасы раньше нужны что хочется здесь уже обработать один ход остался но он наверно морскую традицию это вполне мог закрыл волю и взял наверно морскую инфраструктуру все-таки так следующим ходом так что я уже становлюсь на трюфеля чтобы начинать их обрабатывать ну не знаю я тут стоял мне не интересно то есть я предприятие понимаю то есть я увижу я пойму когда у него и он и это он еще построил фига он чудеса строит а как так он подрубил скорее всего то есть он кучу леса срубил на это все дело так бараки и почти по таймингу выходим так сказать так на культуру пускай а я охоту не открыл блин 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 без счастья мне надо все таки мне гляж и важнее выйти чем счастье сейчас иметь надо быстро именно в гляж и выйти вырубая потому что на равнине находится мы ничего не теряем таким в таком случае все на производство переключаем два хода до exploration но жалко же конечно без оракулы соответственно у нас меньше так оба года только долго мой союзник долго у нас меньше производства из-за этого немножко будет но в принципе у меня все равно производство больше чем у него так один ход до парфенон одно рыбацкую лодку один ход построю но не буду ее заканчивать так значит сейчас начинаем ну тут я дострою конечно маяк в лондоне у нас голиасы сразу с бараками причем у него вообще денег не должно быть минус два но он дань походил пособирал я сразу переключусь на обработку хрюнделей потому что нам надо чтобы города росли сейчас мы еще и производство получим дополнительно так и тут голиасы ну конечно производства вообще нету в этом городе что плохо блин 10 ходов голиас но это же ужас ну 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 я наверно с кракова начну ну потому что до Варшавы долго плыть но у него тоже должны будут быть голиасы уже скоро то есть пока я доплыву у него уже будут голиасы блин мне вот не нравится производство моего этого города это никакое так 11 ходов до морской инфраструктуры это у нас производство поправит плюс можно вот эту этот холмик купить ну скаут куда-то плыл ну он на автомате что ли у него или он шифтом ходит в конце хода следим за наличием голиасов в столице что за чувак вообще знаете такой типа по своим собственным правилам играет блин очень не хочется отключать эльдорадо для того чтобы морская инфраструктура быстрее построилась уже так слушать а варвары то что тут есть лагерь какой-то тут какой-то лагерь уже есть иначе варвары не могли бы уже с голиасами бегать ну Punkte ты уже вторая даже но у меня только два железа не знаю если мы ну в любом случае я раньше него выйду во фрегат это прям сто процентов несмотря на его хотя блин там с великой библиотеки не может ученый набиться на самом деле чувак конечно и чуточок такой легкий 7 ходов ладно если я включу на перерост вот так восемь давайте сейчас вырастет три хода и включится на хочу до двух жителей довести не знаю он кракову понимаете он тут может строить голиасы но ему надо будет плыть довольно далеко я могу тут встать и не давать ему проплыть о следующем ходу я могу уже начать краков обстреливать вообще-то опять вырубились иконочки так надо покупать эту клетку денег у меня дофига есть месяц только два железа то есть мне только 240 монет на самом деле надо чтобы апнуть во фрегаты порфинал он даже не думал строить голиасы представляете а я тут думаю ну как бы по-моему уже выглядит как гг но посмотрим он чисто чудеса через волю фигачит просто сила пошел варшаву он мог выбер в кракове строить голиасы тут то есть он подводит отсюда с краков еще закрывает мяч у меня нас именно что краков сначала брать хотя мне кажется взятие кракова это уже проигрыш для него он вообще голиас мы будет обстреливать чё-то задумался то есть он городом даже не обстрелял интересно о наконец-то точно лишь обстреливать могу такой да 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 ну не забыли как следующим ходом краков берется наверно такое у меня ощущение а тут опять меня несчастье поэтому на сингем на ход дольше растет но тут лес не вырубил поэтому не могу отсюда обстрелять а а три ремы мне не хватает похоже раз два три четыре ладно встану так пойдем полечимся ну следующим ходом краков точно берется уже без шансов два хода морская инфраструктура не знаю дорогу провести между лондоном и йорк вообще стоило бы что приличный денег даст что я так понимаю что чувак до конца будет нет нет не будет вот такая быстрая партия я честно говоря ну то есть он вроде нормально шоу сейчас что зачитал с великой библиотекой то есть он шел тот тоже напрямую в голиасы да и он отстал бы нам ну точнее отстает я думаю хода на 4 он отставал но когда он то есть ему надо было просто в то время пока он открывает голиасы фигачить три ремы вот но он каким почему то решил когда вышел в голиасы он строил чудеса не знаю зачем ну он там предлагает еще одно я пожалуй не буду родить он честь брал вау ну просто просто игрок не очень не очень понимает как на этой карте мне кажется играть то есть если бы это была не морская карта было бы мощно она морской то есть ну ты же шел вроде в голиасы такое ощущение нет 163 163 ну вот тут я не очень понимаю открыл он компас или нет давайте глянем его территорию вот его место что он тут ну я и знаю сколько ход еще краков не взят видите а он в гражданскую службу пошел то есть он открыл теологию но не пошел в голиасы даже да ну короче неискушенный игрок совсем совсем не искушен но он честь дальше брал но это ему бы не помогло понятно что надо было exploration брать да и чудеса чудесов настроил красивое катапульты строит очень интересно ну вот такая шустрая дуэлька я думаю что тоже в каком-нибудь наборе нескольких дуэлик ее опубликую а не одну спасибо что смотрели играйте в умные игры слава украине живи беларусь и россия будет свободной здоров стратегические жевжики пять дуэлька в пятую циву запад восток обычная такая дуэльная карта мне рандомом выпали арабы сопернику индонезии ну несомненно у меня посильнее но запад восток такая рандомная карта что на самом деле ну и тем более здесь не будут работать я наверное все таки тут останусь не будут ну или не так хорошо будут работать верблюды на лучниках но у арабов и уникальное здание очень неплохое но с другой стороны тут многое зависит от ресурсов где мы окажемся так он на море тоже он на море без шпионов кстати играем без без великой библиотеки великой стены так гэшечка уже есть какая-то ну и ресурс у меня неплохо золото вот это правда в четвертом радиусе я мог бы конечно наверное блин стоило ниже опуститься я бы тогда до двух оленей черт два амбарных ресурса считайте минус не очень хорошо так вот обойду здесь точно уже посмотреть все не очень мне это не очень так давайте наверное выкупим пряности да надо было здесь вот в третьем радиусе было бы два оленя но первая руинка только давайте где глянем как он стоит так еды у меня побольше но не он может быть на двух жителях посила строит потому что у меня у меня ж не три три я думаю он посила строит уже кстати интересно посмотреть может быть он и раш сделает кайлас блин он не не рядом с морем к сожалению так наверное вырубку откроем давайте я так пройду гляну тут только и третий город видимо рядом с кайласом поставлю потому что мне надо будет сначала еду морскими караванами а знаете что возможно тут сейчас будет ггшка возможно кстати так это озеро это не продолжение моря у нас запад восток традицию обычно конечно можно попробовать зарашить прямо скажем следующим ходом по идее должно добавится ладно подожду о не ладно подожду зря деньги тратить один ход вот теперь зашибись вот это озеро конечно не очень круто много территории забирает как бы наверное давайте амбары откроем ну так ведь и не видать здесь пока ггшку но мне сейчас придется уходить видимо или я могу возможно ваншотну этого лучника да а нет все таки ггшка блин у меня там походу не влазит город на море что то не очень блин вообще к нему бы лучше подходить чтобы дань взять хрен а блин он строит армию у меня такое ощущение что он через волю попытается рашить честно говоря хотя блин у него до сих пор в два жителя город прикол так внутри ему точно нужна не наверное сеттлера все таки будут тем более что у меня есть что вырубать на него да два три хотя я не думаю что влезет вот видите тут еще город забрал раз два три ну только если сюда становится понимаете но я уверен что это не третий радиус я думаю это второй радиус от ггшки к сожалению да вот это плохо у меня только один город на на воде я понимаю что еще сюда по идее влезет но это совсем очень плохой город будет ну да черт так не даст она по идее мне дай потому что армия больше у соперника о отлично у манилы захватили рабочего это значит что я его а а ну вы знаете выглядит так что надо манилу забирать честно говоря так что делаем армию блин еще бы помнить какую силу надо чтобы забрать в общем второй у нас город здесь будет под кайласом но там и 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 Хоть до трех вырос Наконец-то Он что-то долго сидел Тереему надо все равно Посмотреть, где у нас соперник Ну и плюс, вряд ли я смогу Морские караваны пускать, тоже надо выяснить Но знаете, такое бывает, что у него там, например, внутреннее море А не в эту сторону То есть Разведка, царица Знания В пятой циве И это реально важно Так, давайте думать Хотелось бы забрать лошадей Не, мне кажется, сюда надо ставить Я лошадей смогу, выкупить мне денег дофига Плюс дотянусь и до этого золота И до этих лошадей Сюда надо будет ставить Ага У него, походу, там соляной старт Так, тререму Только тут надо Вот так сделать А то Сдохнет Будут голодать жители Ну, календарь Имеет смысл Ну вот, мы пока сравнялись По еде и производству Почему манилу надо брать? Потому что если у нас города на воде Мы одним городом никак не перевоюем соперника Спасибо Спасибо Так, ну растем Растем Один лучник Или все-таки сначала Амбар-караван Так, давайте подумаем Срочно ли мне надо Пантеон Потому что я, скорее всего Буду на плюс четыре брать Я не вижу тут Ну, взять на золото серебро У меня всего двореса Да, я, наверное, буду на плюс четыре брать Но для этого надо хотя бы Чтобы на одного жителя вырос Выросла медина Панама-сити А вот и... А-а-а Вот как у него Прикольная штучка Давай цареть В традицию или он? Он в честь пошел Слушайте, это раж будет Через речку Ой-ой-ой Так, короче, мне надо Точно вот сюда идти Точно обрабатывать лошадей Ну, амбары надо построить пока Ну, вообще, конечно, хреново Надо быстрее рабочего забрать Чтобы Использовать его Красин хронщик был Как у него вообще тут дела Ну, 115 Но это он явно Дань взял Но, кстати, он все еще второй город не поставил Ага Блин, вот это вообще шикарно Ну, я бы, честно говоря, на его месте все-таки В... В Голиасы шел Это ж не берется Я ж тут зайти не могу просто Просто убиваются все мои юниты Вот в этом проплыве Но ему надо рашить Потому что если он будет через честь играть То он просто Блин, вообще шикарно Вот это, конечно, такое шикарное место для игры Не должны вроде убить Для игры на запад-восток Нет, нет, нет Он меня сейчас не выпустит У него там Трирема Создалась И еще прикол в том Что ты можешь тут просто города ставить И спокойно Ну, отъедать И никто твой караван не разграбит Блин, офигительное место у него, конечно Так, один ход постоим Или меди, видите, сколько Правда, я не вижу, чтобы у него Соль была Но у него медь Золото все та же Жемчуг спокойно обработает Не, мне очень нравится Так, знаете, мы, наверное, еще одну трирему сразу сделаем в Мекке И надо вот тут стоять как-то Блин, да ему пофигу, что это стоять буду Просто не хочется его выпускать Но ему это никак не мешает А потом еще сделает лучника Будет мою триремку Коцать Так вот Тут какой-то лагерь варваров, похоже Блин, или все-таки караваны Не, караваны Ладно, почему мне пофигу, что он выйдет отсюда Я все равно не буду пока морские Посылать Так, надеюсь, сейчас не появится никакой юнит Ладно, сегодня блин не знаю он как-то не особо развивается через честь игра и он же не может одним городом меня зарашить как мне кажется все равно стою пока что надо следить за оптикой 62 но это обычная их стоимость пока видите не не включая хочу хотя бы до 3 вырастить и тогда уже обрабатываю еще караваны наверно в медину вот когда караван в медину отправлю тогда можно будет переключить на кайлас все равно тут явно религия все-таки моя будет плюс 10 по сравнению ну у него три жителя высокая плюс 3 потому что рассинхроны это признак иногда читерства ну изменения прям реально уже генерала взял так слушайте давайте я наверно поплыву лечиться все-таки в мекке следующем сделаю три рему надо вот этот пролив контролировать ну понятно что он пока на меня не идет еще но он не строил меня 19000 было то у меня уменьшилась из-за ранений нормально так амбар ну давайте лучника все конечно я бы лучше четыре хода светилища нету смысла строить 1 лучника в метка лука можно будет опнуть так сейчас до 5 вырастим здесь как раз уметь ладно тут уже давайте все-таки вот так обрабатывать пора пантеончик брать нам важно вот эту территорию как-то контролировать не дать ему манилу засоюзить давайте пока я просто не знаю когда я буду ее вообще захватывать и тут еще и рыбу что-то реально мне мекку на одну ниже надо было провести реально вот здесь бы она лучше стояла плюс бы еще тут в лес город сюда понимаете так со всех сторон дебильно получилось у меня в общем как-то надо тут стоять чтобы вот контролировать отсюда переплыв просить сюда поплывет меня мне не страшно 23 он начинает что-то строить а подождите я не открыл уже охоту ну лучника я дострою займа в залей в геликарнасе имеет смысл здесь может попробовать все-таки чудеса да в смысле мавзолей в геликарнасе и храм артемиды значит я бы здесь как-то вот так стоял наверно не знаю так просто тут может лучник встать и меня обстреливать так храм артемиды просто с храм артемида я вот буду в себе уверен потому что на какую бы он армию не построил блин хотя вот с прокачкой на то вообще то есть он полностью хочет часть закрыть вообще обычно все-таки хоть немного берут воли первые три чтобы производство было так наверно дорогу надо надо тут провести или рано наверно рано пошли вырубать лес едино отлично растет но я должен религию точно первым взять с таким-то чудом вот куда он посева поведет интересно вообще странно у него тут появилась он наверно будет просто переплывать вот так ну понятно что где-то тут надо ставить город я вот на этот подожди раз два три да на этот холм поставил он сейчас просто переплывет наверное здесь у него оптика есть сейчас мы увидим что-то не очень понимаю стоит просто по силам блин вот эта фигня конечно не очень удачно тут появилась будем ее атаковать потому что он на болоте находит то есть у него минус но это стреляющий юнит понимаете то есть мне надо будет сейчас метка лука туда вести таки блин не заметил куда делся посел черт про атакую местами поменяю думал дядю лёшу обмануть у тебя минус три ремка так ну охоту мне надо хотя как надо друзья только один один лагерь только предвидится что наверное не надо давайте мы блин может в деньги тут компас важнее оптикой да через оптику сначала так вот надо отходить да блин откуда ты взялся тут с это с этого лагеря что ли вот это конечно неудачно блин ну в общем захват манилы пока откладывается потому что у нас тут другие проблемки вырисовываются ну это конечно странно что то этот оказался так мы попробуем догнать наверно он пойдет в этот лагерь не добиваем ладно постоим пока наверно на чудеса слушайте ну он в один город играет но это уже вот это уже бессмысленно то есть тут бы я уже за себя думаю это просто слабенький игрок скорее всего но посмотрим знаете вообще вот эта прокачанная честь это очень неприятно на этих ранних юнитах но ему надо переплыть ему надо их иметь а по демографии как бы ну одинаковые даже жемчуг не то есть сдвинулся бы я сюда мог достать до рыбы до красителей до оленей всех трех а тут бы город жемчуг обрабатывал так как у меня тут город то получается я не достаю ни до чего так он вышел в классическую эру и это 67 77 77 48 в оптику очевидно он все таки планирует сейчас плыть ко мне что он там одним городом на настроит мне просто прям даже интересно да ладно два хода это черт придется оставить так да вы прикалываетесь вот откуда он тут берет с этого лагеря то есть они идут вот так вот ко мне все грабить так ну библиотеки чтобы то есть если чего если он поплывет то у меня благодаря артемидия буду и армия у меня больше пока что контролируем тут где вот его посел давным давно его видели а город до сих пор не стоит задолбали варвары вообще как-то не честно так давайте расти два четыре два четыре у меня голиасы я не верю что я могу джакарту взять голиасом если конечно он совсем он видимо да нет три я думал может он одним городом играет чтобы прям честь закрыть до конца с деньгами у него проблемка так у него тут лучник прибыл меня обстреливать о каким то образом панаму засоюзил вау за счет количества технологий нормальненько ну выглядит все-таки что видимо слайб слабенький соперник играть через не играют на самом деле можно в дуэльке вот прям зарашить особенно против чувака с волей это прям очень такой прям начальный рашучим вот этими ранними юнитами тем более с генералом и там удвоенным получением опыта вот это плюс 50 процентов это не удвоенный это плюс 50 процентов это серьезно так можно ну в дуэли это прокат понятно что в фа это вообще не прокат то есть ты можешь соседа убить и потом просто отстать от всех в развитии потому что честь не дает ничего на развитие вообще это не 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 а не что он тут ко мне лучником и 3 рема он вот так обходил лучником не так вот прошел а вот здесь проходил получается сейчас будет меня ну конечно наконец-то он привел посела вы посмотрите выше на него гляньте верно все-таки великий маяк надо будет построить не люблю его строить но в данном случае вот вот из-за этой фигни перемещение и особенно дальность обзора тоже дает маяк по моему да каковым случаем не строй да не ему есть чем заниматься серьезно ты решил меня вот так атаковать прям не она это слабый игрок то просто слабый игрок кстати я считается еще не крал рабочих у городов-государств ты убился от меня ладно уже две-три ремы потерял он я тут просто гуляю так караван два хода библа не знаю еще три ремы наверно нет давайте маяк два хода построю потом буду нац колледж после того как библа построится наверно нету смысла сюда идти я тут по идее тоже метка луком справиться так может появится сейчас юниты ты как эти рабочие гэгэшки ну и где его ему пеха господи ему походу посела нельзя куда уйдет вот там до сих пор же не поставил город там что-то обстреливает этого метка лука там человек занимается сам с собой развлекается тихонечко все вино хотят так для вина мне надо засоюзить манилу а так давайте мы просто засоюзим мне вот этих денег хватает зашибись чем я сразу улучшу отношению со всеми тремя гэгэшками кайф так еще давайте тут сделаем эту лошадку и сейчас попробую поскакать там у него в тылу здесь нац колледж переключаем просто вино для всех надолго 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 вам не кажется что ему тут скорее всего убили посела или захватили но ему очень повезло с места вот в этом месте это был бы супер убер старт конечно для для коспич никак не запомнил что я охоту не открыл почти закрыл честь чувак так наверное здесь обработаем я так забегаю заняра зря чем нему качать лучников правильно и не 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 Что и религии у него не копятся Так, колясочка Я бы продолжил Сейчас забежим к нему туда, переплывем Он все равно сделать ничего не может С колясками будем быстро носиться Все грабить Что тут до голиасов играть Так, а я могу в джунгли? Нет еще О, мы пошли, наверное, тут шахту сделаем Закрыли традицию Ну, блин, что ты сюда встал? Сейчас вообще колясок тупо понаделать Он-нибудь думает, что раз через море Я-то думал, он ко мне поплывет А оказалось, вон как Что ты меня отсюда даже не ждешь, что ли? Я не понимаю, почему второй город не ставит Неужели реально захват... Эта Панама захватила у него посила Так, золотой век закончили Высаживаемся Он пошел в атаку, ребята Тремя триремами Ничего себе Это эвакуация Сейчас он как мекку мне захватит Я тут смеюсь над ним Три триремы настроил Он вообще, наверное, не в курсе То есть Я понимаю, если бы, например, мекка с трех сторон атаковалась Триремами, да? Но вот так Даже если он сейчас этот построит Ой-ой-ой Ой-ой-ой Посмотрите Ай-яй-яй Ну я смогу у Манилы Вылечиться Надеюсь, если этот свалит Правда, оттуда Так, давайте мы так Потихоньку будем обходить Вот как-то так Глянем Так, это я в средневековье вышел Это я Интересно, конечно, чувак играет С выдумкой, но Без шансов Тут вот так Ну что, не получится ничего Видите, мы убили Трирему Манила Сам я тут полечусь В ней Так, а давайте, наверное, дорогу уже строить Ой, блин Я сюда не хотел Сейчас увидит мой Увидит мой Увидит мою коляску Мой он не увидит Я в шортах сижу, ребят Никто ничего Никто ничего не увидит Так, до голиасов Три хода Ну давайте Давайте, наверное А, я даже бараки не открыл Вот настолько я Слушайте, давайте откроем бараки Все-таки Лучше в данном случае Прокаченные Что-то мышка Немножко подлагивает Так, ну Я бы еще К коляске пока Да что такое Я ожидал, что у меня тут Несколько Не ожидал У него пророк Накопился Мог бы сейчас ему пророка убить Вообще-то Я что мог бы Убьем мы ему пророка Не знаю Он поменял местами С рабочим Пророка Естественно Нафига нам религия Может он Этот Материалист Слушайте Так я могу Джаккарду Вообще взять Так Мне надо Какой-то Юнит ввести Которым забрать Можно О нет Я не думал Что он С одного Удара Прям Убьет Ну ладно Майбет Еще где-то Ввешка Значит Должна быть В этом месте Должна быть Вообще Дает Спокойно А ну Он лучником Этого Обстреливает В общем Поплыли мы уже Всеми Ребятами Ладно Придется Уже Голиасы Строить А тут Тупо Коляски Строим Блин Вот это вот Вот это вот Фигня Больно Бьется Так Трилема у него Больше нету Судя по всему Садника Еще Откроем Постаю Трилема Я думаю У меня пока не хватит сил Джакарту Снизить Я тут только Голиасами смогу Уже Пробить Потому что тут Юниты Примерно Одинаковые А у него Они Больше опыта Получают И плюс Там еще Генерал Стоит Пока Это не Берется Тут Лечимся Разграбив Медь Но у него Уже без шансов Так что Если Кому Интересно Кто Ради Победы Смотрел То Можно Заканчивать То есть У него Даже У него Даже Экономики Не должно Быть Он В один Город Я так и не понял Куда у него Делся Поселенец Но Играть Через Честь Это Надо Сразу Эти Ну Рашить Надо Невозможно Просто Сидеть И Ничего Не Делать Тут Постою Ну Напрал Вметка Лука Сейчас Будет Мужественно Защищаться Музыка Музыка Ну и что ты сюда прикол? Ты думаешь, ты сейчас одной треамой мне помешаешь переправляться, что ли? Ну, защитник Веры возьму, чтобы он не взял. Мог бы... Да нет, защитник Веры. КОНЕЦ Просто тупо, чтобы он отвлекался на копейщика. Хотя я... Так, тут у нас тут холм. Тут холм, то есть мы отсюда стрелять не сможем. КОНЕЦ КОНЕЦ Так, лечение, лечение. Знаю, такое ощущение, что я его сейчас просто колясками даже заберу. КОНЕЦ А такое место шикарное, стартовое, да? Блин, тут... Блин, ничего не должно было сюда прыгнуть, ладно. ПОДВИНЕМСЯ ПОТОМ Ну, у меня для его захвата Трирема есть. То есть я чисто копейщика, чтобы он отвлекался юнитами на него. На всех сучах, так встану. ПОДВИНЕМСЯ ПОТОМ Ну, в общем-то, всё. Спасибо ему за игру. И спасибо вам, что посмотрели. К сожалению, не удалось ничего необычного тут показать. Просто побыстрее закончили партию. Давайте просто графику посмотрим. Насколько тут во всём круче у меня должно быть. Потому что честь даёт только бонус к войне. А если вы не воюете, точнее, вы должны прям рашить конкретно, прям нападать. То, видите, у меня даже город не рос. Ну, забавно. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok